Привет, народ! Посмотрел «Красавицу и чудовище». Фильм получился неплохой, но сейчас расскажу. «Красавица и чудовище» — это фэнтезийная мелодрама, снятая по мотивам сказки Жанны Марилы Пренс де Бомонт «Красавица и чудовище». Фильм поставил французский режиссер Кристоф Ганс, специализирующийся в основном на ужасах и боевиках. Первым его полнометражным фильма была «Книга мертвых», затем пару картин с Марком Дакаско, «Сам плачущий убийца» и «Братство волка». И последней его работой был детектив-ужас по игре «Моего детства Сайлент Хилл». Потом Кристоф куда-то пропал аж на 8 лет, и вот объявился с «Красавица и чудовищем». В главных ролях фильма снялись любимец девушек Винсан Кассель и Леа Сейду, которая, кстати, недавно исполнила эпизодическую роль в отеле «Гранд Будапешт». Экранизация этой сказки под разными соусами уже было столько, что, я думаю, каждый знает эту историю наизусть. Самая популярная экранизация – это, опять же, французская «Красавица и чудовище» с фантомасом Жаном Морре. И, конечно, самая клевая мультипликационная диснеевская. Фильм начинается с того, что купец Андрей Дюсалье, заблудившийся в лесу, находит заброшенный замок. Войдя в него, он понимает, что у него есть обитатели, но не став дожидаться хозяев, купец ворует драгоценности. Как вдруг объявляется хозяин замка – чудовище, оно решает наказать воришку, сделав пленником замка навсегда. Но перед этим благородно дает старичку возможность вернуться на один день домой, чтобы попрощаться с родными. Тогда младшая дочка купца Бель, Ле Сейду, отправляется в замок вместо отца. И дальше, по идее, должна была закрутиться любовная линия. Много минусов в картине, которую можно простить, но вот слабую, даже, можно сказать, отсутствующую любовную линию, простить нельзя. Это главный минус картины. Я не почувствовал никакой любви между героями, такое ощущение, что где-то просто потеряли часть сценария. События выстроены так, что совершенно непонятно, как она его полюбила, как он ее полюбил. Все это, оказывается, не раскрыто. Первую половину фильма я смотрел с большим интересом, но потом фильм начал тонуть. Назовем так условно, в красивой скуке. На мой взгляд, основные минусы из-за плохого сценария. Не очень понравились эффекты, особенно меня не порадовал сам замок, башенки, мостики и его территории, которые были очень похожи на плохо прорисованные эльфийские из «Властелина колец». Интересно, что всего несколько сцен замка и дома снимались вживую, а все остальное, как обычно, снималось в зеленых помещениях и дорисовывалось на компе. Еще, на мой взгляд, отвратительно выполнено само чудовище. Оно в кадре-то появлялось немного. Неужели нельзя его было сделать поинтереснее? У меня впечатление было, как будто на него надели отвратную маску, где мимики вообще не было заметно. Хотя Винсан Кассель свои сцены переигрывал дважды. Сначала проходил каждый эпизод в специальном гриме и костюме, а потом каждую сцену переигрывал мимикой, чтобы движения его лица были наложены на цифровую голову чудовища. Но мне все равно оно показалось неудачным. В картине мне понравилась актерская игра Андрея Дю Салье, исполнившего отца Белль, и сама Белль в исполнении Леи Сейду. Она очень хорошо изображала невинную молоденькую девчушку. Как мне кажется, ее игра отчасти и спасала картину. По поводу Винсана Касселя такого сказать не могу. Это была далеко не сложная для него роль. Мне кажется, он вообще не напрягался. Тем более, в обличии человека он очень непродолжительное время снимался. Главный злодей картины Эдуардо Нарьего вообще невнятный получился и не произвел впечатления. Больше всего в фильме мне понравилось музыкальное сопровождение. Вот оно было действительно неплохое и добавляло сказочности в картину. Еще надо отдать должное костюмерам и декораторам. Костюмы и платья здесь вообще все прекрасные, на разный вкус и цвет. Думаю, все девчонки заценят. Декорации тоже великолепны. Отлично оформлены залы и комнаты. Ну, те, которые не были нарисованы на компе. И последнее. Мне понравился один интересный режиссерский прием. Весь фильм снят в мрачных красках и оттенках, где яркими выглядят только главные герои. Так вот, под конец фильма все мрачные тона резко переходят в яркие и насыщенные. И это очень эффектно смотрится. Картина в целом получилась неплохая, но пресная. С нормальной актерской игрой, приемлемой графикой, хорошим музыкальным сопровождением, прекрасными костюмами, невнятными персонажами, с отсутствующим как таковым жанром мелодрамы и скомканным концом. Нормальный разовый фильм, чтобы посмотреть с девушкой. Но мне больше по душе старый диснеевский мультфильм, который утрет эту картину в одну секунду. Те, кто не смотрел ни одной экранизации этой сказки, можете посмотреть фильм. А вообще, я всем советую лучше посмотреть диснеевский мульт, в котором было все. И любовь, и прекрасные яркие краски, и выразительно интересные персонажи. Помните, народ, всегда есть фильмы, которые стоит посмотреть. Пока. Действия фильма разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. И, как вы догадываетесь, в легендарном отеле, который славится по большей части своим консьержем Месье Гюстовом в исполнении Рейфа Файнса. Все бы хорошо, но в один прекрасный день умирает одна...